Если ахилл рвется, значит есть два отдела, которые рвут его. И важный момент, что обычно идут по какому пути? Сшили ахилл, потом три недели в одном положении, три недели в другом. Спазм нарастает, атрофия нарастает, контрактура усиливается и потом стараются разрывать этот ахилл. У меня принцип предельно противоположный. То есть отпустить те места, которые порвали и находятся в спазме. Потому что если они будут натянуты, они еще сильнее сожмутся. И тогда шансов полностью восстановить ахилл мало. Если даже восстанавливается, то с трудом. И часто бывают повторные вещи. И еще очень важно, что разрыв ахилла, это еще и проблемы для стопы, для икроножной мышцы. Но еще более серьезно, то что я тебе скажу, мало кто вообще даже представляет. Потому что ахилл тянет все тело. И тянет почку, половые органы, желудок, кишечник. И если он потянет, как веревка, то потом через 2-3 года, кто разве свяжет разрыв ахилла, с опущением почками, с проблемами, с какими-то простатитами, еще ищущими, никогда. А на самом деле, и вот мы сейчас отпускаем, опали точно хорошо. Потому что кроме всего прочего, есть еще застой. А так делали. А мы делали так, и все время было, что больно, а сейчас боли нет. Потому что кроме ахилла у него проблема, что с большим пальцем боль. Потому что на самом деле здесь у нас у него... Мы сейчас не будем делать, да. А банку снимем, да. Продолжение следует...